Каждый человек должен понять, что есть разница между мужским и женским рождением. Не только женщина это должна понять, а также и мужчина. Разница заключается в том, что в мужском рождении человек развивается, он должен преодолевать препятствия, должен терпеть, сражаться, побеждать. В мужском рождении человек развивается, в женском рождении человек отдыхает. Это значит, он испытывает счастье, наслаждается жизнью, И женское тело так устроено, оно очень расслаблено, женское тело. Поэтому женщине очень трудно вставать с постели, целая проблема. А вот ложиться спать без проблем, большим удовольствием. То есть женское тело очень расслаблено по природе, психика чувствительна. Характер очень нежный, тонкий, чувства настолько изысканные. И женщина чувствует счастье во всем. Она что-то кушает, и она начинает, ой, как вкусно. То есть она, когда кушает, она испытывает вкус. Женщины, представляете? Если вы, допустим, кормите своего мужа и спрашиваете его, вкусно или нет. Знаете, как он вам ответит? Да, нормально. Я чувствую, что я наемся. Этим я наемся, он говорит. Потому что мужчина, женщина, она пробует, она не кушает, она пробует. Ей нужен вкус, чтобы счастье было в жизни. Она отдыхает, она должна испытывать счастье. Поэтому она красивая. А мужчина не отдыхает, понимаете? Поэтому мужчина не испытывает вкус, мужчина жрет. И он должен наесться, понимаете? Наесться. И когда жена его спрашивает, вкусно тебе или нет, он говорит, вкусно, но мало. Мне надо наесться, понимаешь? Потому что мужчине нужна энергия, ему нужно побеждать. Ему не нужно вкусно, он должен действовать, развиваться, побеждать. По этой причине, так как женское рождение, это рождение отдыха и покоя, счастья, гармонии. Она не только, кстати, должна себе дарить покой и счастье, гармонию, а также всем вокруг. Она должна гармонию, покоя и счастье детям давать, мужу. На всех должно хватать. Мужчина, кстати, тоже домой приходит, знаете почему? Потому что он там отдыхает. Вот эта женская энергия, покоя, гармонии, это обязанность женщины. Женщина должна эту атмосферу покоя создать для всех. И тогда мужчина спокойно приходит домой, он чувствует ему хорошо, потому что женщина создает атмосферу покоя. Теперь представим такой вариант. Он выгоняет ее на работу, говорит, иди работай. Чего ты тут дома расселась? Наслаждаешься тут жизнью, улыбаешься, ходишь? Иди работай. Потом приходит домой и думает, что-то нет покоя здесь, нет счастья в доме. Ищет себе какое-то другое счастье на стороне. И потом приходит к любовнице, она такая расслабленная, не работает. Или работает не так сильно. Вот. И он говорит, вот, вот настоящая женщина. Вот каких я люблю. И наслаждается любовницей. Хотя наслаждаться надо своей женой, а не любовницей. Надо жене дать возможность быть счастливой и расслабленной. Пускай она создает эту гармонию, уют, покой и счастье. И нужно женщину занимать деятельностью излишней. Знайте, мужчины, что если вы постоянно допекаете жену, что такая расслабленная, вставай пораньше, делай зарядку, перестань подъедать сладости и так далее. Постоянно как бы следите за ней, как она наслаждается жизнью. Это значит, просто вы завидуете ее женскому телу. Не волнуйтесь, в следующей жизни получите женское тело и будьте счастливы. Завидовать никому не надо будет. Но в этой жизни вы имеете мужское тело. Поэтому надо дать возможность женщине не наслаждаться жизнью, а саму работать, трудиться и радоваться победам. Потому что для этого предназначено мужское тело. Мужчины, кто со мной не согласен? Поднимите руку. Есть не согласны? Хорошо, все согласны. Женщины, кто не согласен со мной? Все согласны. Видите, все, полная гармония сзади. Все распределились хорошо. Я почему это распределение сделал? Потому что это очень и очень важно. Если человек это распределение не делает, он никогда не найдет свое предназначение. Если женщина думает, что она должна упахиваться на работе, она мучает саму себя, она должна испытывать счастье в жизни прежде всего. И на работе, пожалуйста, будьте счастливы на работе. Если нравится побольше работать, ну, пожалуйста, работайте побольше. Нет никаких проблем. Но сначала женщина должна понять, что ее долг первый перед своей жизнью – это сильная социальная позиция, любовь к людям. Женщина должна любить людей, должна радоваться, заботиться обо всех, иметь много подружек. Сильная социальная позиция сделает ее красивой. Потом вторая стадия закономерная – это замужество. Третья стадия закономерная – это рождение детей, мои хорошие. Потому что рождение детей надо в молодом возрасте, а не когда уже кости гремят. Туда приезжают в роддом иногда и такие девушки постарше. Но рождение им сложнее уже. И врачи думают, Бог, ты мой, как же и вынесить ребенка-то в таком возрасте. Но я не против как бы. Забеременела и, слава Богу, пускай Господь поможет выносить. Но девушки лучше унашивать детей в молодом возрасте. Поэтому приоритеты вот так распределяются. Сначала учимся любить людей. Вторая стадия – замуж. Третья стадия – рождение детей. Долг свой выполнила перед Богом, перед землей. Теперь, пожалуйста, весь мир перед тобой открыть. Любое предназначение, какое тебе нравится. Но при этом ты работаешь там просто, чтобы отдохнуть от чего? От своих домашних дел. Женщина где работает? Дома. Где отдыхает? На работе. Мужчина где работает? На работе. Где отдыхает? Дома. Понятна система? Женщина не может домой прийти и отдыхать. Правда? Она дома работает. Мужчина домой приходит, не может работать. Правда? Дома отдыхает. Но иногда, если он очень любит жену, и все-таки она сильно хочет, он может забить этот гвоздь. Или ему нравится, допустим, это его отдых. Допустим, он ходит и что-то сверлит. Ему жена говорит, слушай, может быть, уже не будем сверлить? Уже как бы все стены уже в дырках. Не, еще одну дырочку выросли. Ну, хорошо, если для тебя отдых сверлить в стенки, там что-то делать, что-то мастерить в доме. Ну, замечательно. Это хорошо. Но мужчина дома отдыхает. Женщина дома работает. Следует знать, что начиная с 45 лет, все-таки человек должен упор делать в своей жизни не только на работу, а также на свои социальные и духовные интересы. Следует знать, что человек в этом возрасте испытывает кризис определенный. Он думает, что-то вроде бы я занимаюсь своим делом, но мне чего-то в жизни не хватает. А не хватает ему в жизни именно духовной практики в это время.